биодеградация модифицированной гиалуроновой кислоты очень много на самом деле разговоров идет по поводу безопасности применения препаратов кондурной пластики за счет ретикулирующего агента в чем разница между препаратами частично стабилизированным например глицерол как препарат принцесс риз и препараты контурной пластики которые тоже получили стабилизацию сейчас я это объясню помним о том что вы можете перевести экран с маленького на большой да перетянуть или правой кнопкой мыши нажмете и открыть в большом окне вот у нас гиалуроновая кислота гликуроновая кислота и анацетин глюкоза 1 гликан 2 цепочка гиалуроновая кислота гиалуроновая кислота когда мы с вами говорим про частичную стабилизацию глицеролом манитолом либо еще какими-то другими компонентными я предпочитаю глицерол объясню почему то идет прикрытие вот этой связи гиалуронидаза как бы не сразу распознаем и в результате этого препарат дольше находится в ткани дает увлажняющий эффект когда мы с вами говорим про ретикуляцию связывания гиалуроновой кислоты в препаратах контурной пластики то связывание идет о гликуроновой кислоте вот здесь у нас с вами ретикулирующий агент в препаратах то есть здесь у нас все с вами открыто а здесь у нас с вами ретикулирующий агент гиалуронидаза будет воздействовать в течение через какой-то период времени да сначала нас с вами препарат как бы не узнаваем ли гиалуронидаза за счет этого препарата контурной пластики дольше находится в ткани связь это открыто и в результате определенных и химических процессов происходит у нас с вами расщепление и вот этот вот кусок связан гиалуроновой кислоты у нас с вами начинает элиминировать он начинает выходить все это у нас распадается до конечных продуктов гиалуроновой кислоты co2 и воды что здесь важно важно степень ретикуляции то есть как часто через какое количество дисэкоридных звеньев происходит связывание гиалуроновой кислоты это первым второй момент когда мы с вами говорим про ретикуляцию про степень очистки да кислород нужно убирать да эндотоксиды нужно убирать но есть такое понятие как связанное и несвязанное ретикулирующая гиалуроновой кислоты это процесс который происходит но не не одномоментно поэтому здесь нужно достаточно определенные ресурсы да и технологические аспекты исследования которые должны происходить у нас с вами при производстве когда происходит один конец связан. связан это продуктивная связь, непродуктивная связь когда у нас с вами один конец он болтается он не связан да вот он болтается у нас не прикреплен гиалуроновой кислоты что это дает Это дает, наконец, биодеградацию, повышенную сенсибилизацию. В ЭТДЕ обладает повышенной сенсибилизацией на организм. И это говорит об отсроченных каких-либо отсроченных осложнений. Это говорит про отсроченное осложнение. Поэтому очень важно не только степень очистки, но и количество продуктивных связей.